тема лекции строй геймплана ну это во первых скажу что это составе проекта производства работ составе проект производства работ ну еще раз скажу выше мы говорили что состав ппр входит календарный план производства работы строй геймплан технологии с картой но в этой лекции я кратко остановлюсь что такое строй геймплан значит на строгим плане значит тут указывается значит но у нас конкретно проекте значит тут выполнение фундамента значит свая свайного фундамента но более подробно значит более подробно на территории строительной площадки значит вот на территории значит какие там вопрос рассматривается во первых это бытовые производства помещения складские помещения рассматриваются дороги дороги самое главное значит вот прежде чем начать разработку строительной строй геймплана необходимы документы согласовывать надо значит то есть строительство находится на территории значит ворота например вот надо по ним согласовывать с архитектурой города санитарной службой плюс еще значит тут не по ним согласовывать организации с организациями которые защитят они управляют сетями на территории города в тюрьме водоснабжение и канализации сами знаете так называется теплоснабжение это транспорт энергии газификации на то же есть у нас соответствующая организация так электроэнергии энергетической значит активы нервы вот по первых надо прежде чем начать оформление значит строительной площадке необходимый документ с другим планом согласовывать с вышеуказанными организациями так во-первых во-первых близко плюс к этому плюс к этому еще у нас должны быть договора заводов поставщиками заводы поставляют которые там железобетонных конструкций металлических конструкций кирпича песка водой обеспечивает дальше значит что дальше значит скажу что на территории из строительной площадке самое главное требование определяется значит о технологической карты согласно похоже своим картам определяется опасной зоной как определяется опасный зон и например если работает например грузоподъем механизмы грузоподъем механизме так например кран если работает как определяется по сезону это максимальный были стрелы плюс плюс отлет груза которые значит упадет при выполнении монтажных работ вот например высота подъем до 10 метров там были стрелы плюс 5 метров если например выше до 10 метров берут плюс еще такой пример могу приводить когда башни крана на территории города работает качестве примера опасно зона значит зона который охватывает грузоподъем экран примерно на 30 60 градусов но если например не всегда такой необходимости нет поэтому специальный прибор есть которые могут регулировать поворот стрелы пошли на крана на непадимые углы или например если работает на плюс еще для того чтобы определить например опасную зону если работает землеройная машина экскаваторы плюс тоже максимальная стрела плюс 5 метров то есть тоже может быть отлет при погрузе разручных работ разработка грунта тоже возможно там отлет грунта на определенное состояние ну еще значит как определить опасность зоны ну знаете что что такое строительные площадки это много оборудования электрического оборудования рядом с этими оборудования должны быть тоже указано значит увеличено напряжение ограждение должно быть после решения этих вопросов после решения этих вопросов значит указывается значит во первых основные размеры объекта согласно проекта определяются опасность зоны после этого определяется что садские помещения садские помещения и и закрыт помещения должны находиться должна ходить значит на территории опасной зоны то есть это о чем это а чем говорит то есть значит то что вот эти вот грузоподъем механизм мы должны иметь возможность достать эти грузов при приеме, при погрузках, разручных работах, плюс выполнение монтажных работ. Теперь складские помещения. Какие складские помещения? Складские помещения могут быть железобетонных, металлических конструкций, плюс еще что? Складские помещения могут быть деревянных изделий, складские помещения могут быть лакокрасочных материалов, складские помещения могут быть для хранения, например, для сваршивого оборудования, например, газовые баллоны, пропаны. При определении этих складских помещений необходимо учесть все требования СНИПов. Расстояние расположения складских помещений между с учетом пожарной безопасности. Следующий, значит, основной вопрос, значит, при разработке фрагмента дороги. Дороги тоже должны соответствовать, значит, требованиям типовым технологическим картам. Так как, значит, вы знаете, что монтажные работы могут быть из колес, могут быть, например, со складских помещений. При этом, значит, тоже рассматриваются размеры дорог, тоже, во-первых, разные, во-вторых, значит, они должны требовать отвечать типовым технологическим картам. Ниже, значит, таблица присутствует, значит, где указаны, значит, типовые размеры времени и постоянной дороги. Следующий вопрос, значит, вот, ну, вы знаете, что такое строительные площадки там? Очень много бытовых и производственных помещений. Административных помещений. Административные помещения, значит, для чего? Для того, чтобы, значит, то есть это рабочие кабинеты инженерно-технических работников, ИТР, ну, прорабы, мастеры, там, нормировщиков, вот, определяется площадь тоже с учетом, с учетом, значит, объема строительного монтажного работы. Ну, согласитесь, на одной площадке, на своей площадке могут работать несколько инженерно-технических работников, и наоборот, если, например, значит, строится, например, небольшой объект, например, может управлять там одним мастером или прорабом. Дальше, значит, что? Бытовые помещения. Бытовые помещения, во-первых, значит, согласно календарному графику, согласно календарным графикам определяется, значит, количество рабочих работников, работников, и согласно этим данным определяются площади бытовых помещений, бытовых помещений определяются. Ну, здесь скажу, что вот эти вот временные здания строительные сооружения, они дорогие. Значит, строители, 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 они стараются по возможности экономить денег при решении вот этих вопросов. вот, ну, иногда вот бывают, например, такие вот варианты, вот, когда строятся, значит, многоэтажные здания, первые этажи могут пользоваться качестве бытовых или производства помещений. здесь, значит, дальше скажу, что электроснабжение, электроснабжение, значит, здесь тоже, согласно технологическим требованиям, строительные монтажные работы могут ввестись, значит, в одну смену, две смены, три. вот, и согласно этим технологическим требованиям, значит, вот, тоже выполняются, значит, вот, расчеты для электроснабжения, электроснабжения. Вот. Ну, плюс еще охрана, это освещение должно быть, то есть прожектора. Водоснабжение, водоснабжение, значит, здесь скажу так, что водоснабжение, значит, тоже для производства тоже может быть производства, но нужно должен быть так. Ну, плюс еще там для бытовых, для решения бытовых проблем. Вот. Для питья, для питья, для приготовления пищи. Вот. Для приготовления пищи, вот. Поэтому здесь тоже выполняются определенные расчеты, определяются, значит, вот, при, при устройстве, значит, вот, при устройстве, при устройстве, значит, вот этих линий, или на сети, определяются, значит, диаметры соответствующих труб. Вот. Теперь, для того, чтобы, значит, вот, как выполняется, значит, вот, стройгеймплан, какие документы должны быть для того, чтобы, значит, для разработки стройгеймплана, значит. Во-первых, по рабочей сетежей зданий и сооружений, которые планируют, значит, согласно, ну, строительство рассматривать согласно проекту. Вот. Волжен быть, значит, тот геймплан населенного пункта, населенного пункта, так. Технологические карты на выполнение, для выполнения сложных строительных процессов, так. Или, например, если работы имеют выполнение стандартных характеров, там используется типовые технологические технологические карты. Технологические карты. Технологические карты. Рабочие чертежи и временных занятий сооружений должны быть, так. Решение по технику безопасности. Краткая поясная записка, значит, вот, где указывается, значит, техника экономической обоснования выполнения проекта производства работы. Значит, дальше скажу, что основные, значит, требования при выполнении, значит, вот, при разработке строй геймплана, строй геймплана, это, значит, технико-экономические показатели. Технико-экономические показатели. Пожарные безопасности. Значит, строительная площадка должна оформлять, значит, что? Пожарные щити должны быть. Пожарные щити. На которых, значит, должны быть соответствующие, там, инструменты для тушения пожара. Огнетушители, песок, там, и другие инструменты. Гидранты должны рассматриваться. Гидранты, значит, через каждый, от дороги, во-первых, от дороги, значит, располагаются гидранты на расстоянии не более полтора метров, так, полтора метра. Временное здание сооружения от гидрантов должно располагаться на расстоянии не более 50 метров. Места складирования строительных материалов тоже должны соответствовать, значит, пожарным требованиям. Пожарным требованиям. Если на территории строительной площадки рассматривается, значит, лакокрасочные материалы, например, деревянных зелий, на таких вот, рядом с такими складскими помещениями, значит, должны присутствовать пожарные щиты. Теперь насчет дороги, значит, насчет дороги. Дороги тоже должны быть, значит, вот, двухполосные, двухполосные, так, с учетом пожарной безопасности. С учетом пожарной безопасности. Площадки оформляются предупреждающими указателями знаками, предупреждающими указателями знаками, так? То есть, ну, еще раз скажу, что я в начале лекции говорил, предупреждающие какие? То есть, указываются опасные зоны. Опасные зоны грузоподъема механизма, опасные зоны землевройных машин, опасные зоны, например, где там электрическое оборудование. А что там указатель знаки? Вот, например, движение автотранспорта. Лимит скорости, например, вот, максимальная скорость помещения. Дальше значит, что вот эти вот складские бытовые помещения, вот, для обогрева, приема пищи тоже надо рассматривать. Вот, при проведении электрических линий, провода, всякие приборы тоже должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Пожарной безопасности. Значит, по нашему курсовому проекту, значит, мы, значит, в этом семестре не рассматриваем выполнение вот этих вот расположений бытовых производств помещений, бытовых производств помещений, так? Мы не будем рассматривать, например, дороги для транспортировки, не будем рассматривать, так? Не будем рассматривать, значит, в этом семестре мы, при выполнении курсового проекта, значит, электроснабжение и водоснабжение. В этом семестре мы рассматриваем теоретические нормативы, фактически выполнение этих задач, согласно требованиям СНИПов. У нас, согласно программе данной дисциплины, рассматривать курсовое проектирование на седьмой семестр запланированное. Поэтому я студентам скажу, что остальные все вопросы в ходе выполнения нашего курсового проекта, то есть при разработке курсового проекта по устроению фундаментов, остальные все вопросы рассматриваются и выполнение должно соответствовать требованиям СНИПов.